Тем, кто был, наверное, будет интересно соотнести свой опыт с тем, что вы увидите и услышите, а кто не был, я думаю, что так вот представят себе Билла Виолу и с этим представлением уже будут работать, когда окажутся в Пушкинском музее. Я так могу сказать, что где-то лет, наверное, 9 уже назад один мой знакомый, который открывал в Ростове-на-Дону галерею, он решил всех поразить тем, что взять и привезти Биллу Виолу. Он подумал, что ему эти файлы пришлют по почте, и он подумал, что это самый дешевый способ громко заявить о себе. Ему выставили предложение в 300 тысяч евро за 4 работы, включая привоз аппаратуры, работу, соответственно, командировку ассистентов, которые все это будут монтировать, а потом обслуживать каждый день. И он не ожидал, что на самом деле монтаж видеоработ, это я знаю по своему кураторскому опыту, это самое сложное. Повесить картину, застраховать, упаковать и перевести, это элементарно на самом деле. Вопрос денег. А здесь это вопрос денег и вопрос установок. Потому что это в зависимости от пространства, это другая акустика может быть, это может быть другой звуковой резонанс, это качество картинки, это качество проекции. И представьте себе, что это на самом деле, конечно, видеоарт очень сильно стимулировал индустрию выставочную. Потому что в эту индустрию оказались втянуты сотни людей, как в кинопроизводство. И здесь Билла Виола это художник, который изменил индустрию, в том числе индустрию выставок и того, что вообще на выставке может произойти. Сейчас, конечно, то, что в Пушкинском, это, насколько я понял, это большие облака, которые закачиваются и потом распаковываются. Но это какие-то гигантские должны быть серверы, потому что работы все тяжелые. А то, что ты видишь, не то, что ты есть, или как смотреть, не кино. Название родилось спонтанно, хотя я могу сказать, что в случае Билла Виолы у зрителя задействованы, в отличие от кинематографа, задействованы, как правило, разные органы чувств. И глаза это, может быть, один из органов, хотя он основной, у нас 90% приходится на глаза информации, а остальные органы у нас слабее работают. И Билла Виола, создавая свои видео, он, конечно, рассчитывает на пребывание зрителя в пространстве, а не зрителя, который смотрит на монитор. Поэтому, если вы посмотрите в YouTube какие-то ролики, Билла Виолы, они, конечно, там есть, и там фрагменты роликов, то это все равно, что вы листаете альбом репродукций. Вот тоже очень интересно, и вот сейчас в связи с рекордным приобретением файла за 99 миллионов, вот этого самого NFT токена, встает опять вопрос об оригинале и копии, о том, что человек, который купил этот токен, он купил оригинал, и он обладатель этой картинки. А до этого в индустрии видеоарта уже был этот статус оригинала, потому что человек, который купил диск и посмотрел, он, конечно, все равно, что листает альбом, а человек, который попадает в пространство, и работы имеют определенный формат, как картина, и, конечно, вовлекаясь в это пространство, у него активизируются телесные реакции, вот что очень важно. Телесная моторика, тело начинает отвечать. И в первую очередь это еще связано с замедлениями, которые стали фирменными в случае Билла Виола. Хотя я покажу вам сейчас еще несколько, это не видеоработы, а такой контекст этих замедлений в конце 60-х, начале 70-х годов, когда Билл Виола формировался как художник. И вообще это замедление, оно иногда мучительно, но смысл его в том, чтобы вызвать вот это самое телесное переживание от кинематографа, потому что когда мы смотрим кино, мы забываем о теле, мы забываем вообще обо всем, и мы погружаемся в мир фантазии и начинаем грезить. В любом случае мы о себе забываем в процессе смотрения фильма. А здесь мы можем на какой-то момент забыть о себе и идентифицировать себя с кем-то из персонажей фильма Виолы. Но тем не менее вот это тело, которое активизируется, плюс активизируется слух, потому что Билл Виола очень много работает со звуком, пространственным звуком еще, звуком, который резонирует, и здесь уже этот звук, он тоже имеет скорее даже иногда не музыкальный характер, хотя музыку он тоже задействует, но это звук, который отзывается, на этот звук мы отзываемся ударами сердца, это звук, который проходит опять же вот так вот через наше тело, и здесь Билл Виола, он подвергает зрителю, надо сказать, серьезному воздействию и серьезной обработке. Вот такой вот, и здесь работа со зрителем, она имеет характер, да, вот такого уже, знаете, как это производство зрителя, вот так что, когда вы окажетесь в этом пространстве, да, вот так вот откройте чакры, и у Билла Виолы вообще, да, вот давайте мы посмотрим какой-нибудь, потому что дальше будет презентация, мы посмотрим его известную раннюю работу конца 70-х, и там 78-79 год, называется там отражающий пруд или бассейн, бассейн, да, или, и причем то, что иногда звука вообще как будто бы отсутствует, потому что перед нами живая картина, и здесь даже, знаете, почему бассейн движется, это тоже непонятно, бассейн же обычно спокоен, и вот то, что качество этого видео, оно такое, обратите внимание, как будто ВХС, это тоже работа с, еще с пленками, а потом еще Билл Виола оцифровывал эти свои пленки 70-х, чтобы добиться вот такого даже декоративного эффекта, потому что это такое эстетство с точки зрения времени, качества пленки, потому что это то, что сейчас даже с этим работают разные стилизаторы под старые видеоработы, и вот такой способ стилизации, вот он замирает, и это длится тоже какое-то время. вот как раз о телесной реакции, о которой я говорил, да, что вот энергия этого движения, она вдруг застывает, а энергия-то она нам передалась уже, и в данном случае мы не только вовлечены в какую-то интригу зрительную, но вот так вот, как будто бы это несовершенное действие, да, оно нам и передалось. да, вот начинаются эти круги, вдруг. И еще очень важно, все-таки в кинематографе есть единство времени и места очень часто, да, и динамика. Все-таки главное это время, а здесь время замирает, время, тем не менее, продолжает свой ход, и плюс это еще и наше время, это время восприятия. И тут еще возникает вопрос, как долго можно смотреть на картину вообще в музее, да. Есть люди, которые залипают и могут смотреть несколько минут, а есть люди, которые смотрят долго и впадают в такую аффектацию, чтобы как-то, когда они особенно контакта с произведением не очень чувствуют, они иногда себя как бы заводят внутренне. И внутри картины, конечно, есть движения, это ритмические движения, и здесь виола уже уподобляет видео, да, и посмотрите, что происходит, да. Мы все ждем, когда же ты упадешь, а он начинает, мы уже забываем, а он начинает как будто растворяться, и мы уже забыли о нем. То есть включается работа памяти, включается... Да, 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 он исчезает. И картинка расслаивается, картинка как будто бы включает в себя несколько времен. Вот что было очень важно для видео-арта, когда это время, оно вдруг становится нелинейным, вот в отличие от кинематографа, это нелинейное время. Здесь несколько времен сходятся в одной картинке. И вы смотрите, там уже какой-то загробный мир, да, вот этот, внизу начинаются отражения. И, да, круг сворачивается, круг, да, вот, да. И тот человек, который стоял, да, прежде чем совершить прыжок, он попадает, да, он теперь существует только в качестве отражения в воде. Еще очень важный момент, который характерен для кинематографа, и о котором зритель, как правило, забывает, когда смотрит кино. Любая запечатленная на пленке, это фотография, будь то фотография, или фрагмент документального фильма, мы всегда, в отличие от картины, когда мы смотрим кино или фотографию, мы смотрим на то, что было. И только актуализируем, это в нашем сознании. Вот этим кино отличается от картин, потому что картин, когда мы смотрим на картину, независимо от того, когда она создана, 500 лет назад, мы смотрим на то, что не то, что было, а то, что есть. И потому что картина существует в материальном носителе, картина существует в одном физическом пространстве с нами, это не фикция, запечатленная на пленке. И Билл Виола, это был художник, который хотел кино превратить в картину, то есть он хотел, чтобы мы смотрели на то, что есть, а не на то, что было. Но в этом есть очень многое из того, что было. Вот в чём дело. Потому что, опять же, работает наша память, работает... Сейчас я покажу ещё одну вещь, а потом мы перейдём к презентации. Это белое пространство, ранняя вещь, она со звуком, так что даже проще. И почему мы смотрим на то, что было? Потому что это документ. И вы, наверное, уже обратили внимание, мы же родились уже во времена, когда был кинематограф. И очень многие фильмы 60-х смотреть уже почти невыносимо. Фильмы 20-х смотрят только извращенцы, как правило. Любители антиквариата вот такого. Или люди очень эмоционально восприимчивые, или наркоманы. Потому что оно немое, и это сильный эффект производит. И очень активный монтаж. Потому что мы не можем это воспринимать. Это старые вещи. Вот в чём дело. А биовиола, осознавая этот момент, создаёт видеокартину. Вот здесь ещё есть такая, знаете, эстетика белого пространства, эстетика пустоты, пустоты экрана, из которой проявляются образы. Это может быть голова, это может быть любая вообще, что угодно из пустоты возникает. Это такая дзенская пустота. И вообще эстетика пустоты в 50-е, 60-е годы в Америке она считалась чуть ли не такой добродетелью. Потому что художники очень ценили эту пустоту пространства. И вы видите, что картинка тоже и замедляется, расслаивается. И что ещё очень важный аспект, это художники, они так насиловали кино в 70-е годы, в начале 80-х, что хотели его превратить в скульптуру. Это как бы видеоскалпчер. Вот то, что вы видите. Это из этой самой уже какой-то жидкой массы проявляется голова. И эта голова, вы видите, даже преодолевает экран. Вот они в этом случае разрывают границу между пространством зрителя и пространством иллюзии, пространством картинки. А красная краска, она добавляет здесь вдруг физиологический аспект. Как только мы уже воспринимаем эту голову как скульптуру, появляется физиология. Вот такая. Это как будто бы абстрактная картина, и при этом, да, она сворачивается в образы. И вот эти образы так же, как будто здесь, вы видите, непонятно на поверхности чего возникают. Потому что здесь уже это пространство переживается как потенциально бесконечное, а не поверхность, на которой всплывают скульптурные головы. И сам Билл Виола, он вспоминал, что когда они только начали, они вот появились и начали работать, видеохудожники, их вообще воспринимали как таких маньяков, которые издеваются над кинематографом, которые говорят о тактильном кино, говорят о кино, которое можно, кино телесном, кино, которое наоборот не иллюзия, а контр-иллюзия или анти-иллюзия. И вообще анти-иллюзия в искусстве стала даже одной из базовых идей художников 60-х. Хотя Билл Виола, он тогда еще был совсем молодой, ему было там 20 лет. И я покажу еще, каким он был в юности. Надо сказать, что сейчас он тогда оформился, а тогда он был еще таким рефлексивным, мягким юношей. Вот на одной из видеоработ он появляется, вот такой еще совсем неуверенный в себе. И я сейчас вам покажу контекст и начало 50-х годов. Это экспериментальные фильмы Жанна Кокто, это «Орфей», «Завещание Орфея». И один из... Кокто был, по сути, да, его ген, его происхождение. Это сюрреалистическое кино 20-х годов, а сюрреалисты уже всячески пытались возможности кинематографа испытать. И один из образов, который Кокто использует, это зеркало. И зеркало, через которое мертвые попадают в мир живых, и живые в мир мертвых. И здесь вы видите кадр, где главный герой преодолевает эту границу. Это жидкое зеркало. И вот идея жидкого зеркала, киноэкрана как жидкого зеркала, вы увидели и в белом пространстве. Оно буквально воспроизведено у Билла Виолы. Когда поверхность экрана кажется жидкой массой, с которой проступают отдельные головы или фигуры. И здесь возможность выйти за пределы экрана, она у Кокто, пожалуй, одним из первых возникает. Плюс я покажу, конечно, контекст 50-х, 60-х годов, чтобы вы поняли, откуда это берётся. Потому что всё-таки мир Билла Виолы в основе где-то сюрреалистический. И Дали, вездесущий, и, казалось бы, набивший оскомину, Дали в 50-е и 60-е годы очень интересовался новыми технологиями и диджитами, и уже электронными дисплеями. И вот это Галатея со сферами, это его, конечно, реакция на атомы и на начало атомного века, и вообще на культ атома. Но здесь он показывает, что изображение состоит из модулей, оно абстрактно изначально. И картинка формируется из модулей, каждый из которых может тоже раскрыться ещё в одну картинку. Каждый из шариков может распасться. И здесь изображение становится виртуальным. И Адали был одним из первых художников, который ещё в рамках сюрреализма работал с этой виртуальной картинкой. Особенно хорошо это видно в картине Мадонна, не самой известной его работой, но очень важной для современного искусства. И то, что он здесь использует полиграфический растр, и Мадонна Рафаэля появляется в форме уха, и материальным здесь оказывается только рама, а изображение целиком как будто уже дигитальное, хотя дигитальных изображений тогда не было. Тем самым он подчёркивает, что это образ фиктивный, это образ, который может раствориться, он взаимозаменяемый, потому что каждая из этих точек растра, она может содержать потенциально бесконечную информацию. Так что и вот такого рода вещи, это портрет покойного брата, причём в возрасте, до которого брат Сальвадор Адали не дожил. И здесь этот образ, он проецируется на ландшафт, и он также, здесь вы видите, как жидкая какая-то субстанция, он может перетекать в фигуры, и картинка тоже расслаивается у Сальвадора Адали еще в начале 60-х годов. И вот из такого рода поздних сюрреалистических произведений, в общем, из сюрреализма рождается направление одной из главных в 70-е годы, это гиперреализм. И вот Чак Клоуз, это гиперреалист, но правда не самая ранняя его работа, а это 2002 год, когда Чак Клоуз уже работает с цифрами, и его портреты, живописные, начало 70-х, они вообще были огромными по размеру, и представляли собой такие картинки на документы, портреты на документы в упор. И здесь зритель, он всегда находился как будто внутри картины, потому что дистанции с этими огромными изображениями в галереях еще не было. То есть вот тоже был момент разрушения дистанции между зрителем и картинкой. А вот такого рода вещи, это тоже портреты большого формата, и разложенные на модуле, причем зеркальные вот такие кубики. И зрителю всегда хочется отдалиться, зрителю всегда хочется эту работу увидеть с невозможной дистанцией, вот такой, которая невозможна в реальном пространстве. Но когда зритель делает фотографию с этой картины, он получает более цельный образ. Вот так что Чек Клоуз еще работает с картиной, которая может быть опосредована другими техническими средствами. То есть здесь репродукция картины дает оригинальный образ, новый образ. Вот что интересно. Это не воспроизведение, а новая картинка. А дальше уже инсталляторы и вообще идея вот такого инвайромента, создания художественной среды. Вот очень важно и для Билла Виолы, потому что эта идея возникла впервые у такого идеолога хэппенинга Алана Капру в начале 60-х годов. А Билл Виола, будучи студентом, он уже просто знал все эти истории, и поэтому его видео всегда предполагает еще пространство вокруг себя. Это как бы самодостаточная картинка, но и пространство, наполненное звуком, и, конечно, предполагающее какую-то дистанцию у зрителя. А Кристиан Болтанский, он делает это сетки, это как тюли с напечатанными фрагментами лиц, и вы видите, что эти лица, они множественны. И это как будто бы еще проекции наших воспоминаний, потому что если нас, особенно переживая очень тяжело утрату какого-нибудь любимого человека, или наоборот испытывая чувство любви к какому-то человеку, мы проецируем его образ на окружающий ландшафт, он становится огромным. И Болтанский вот так же, он представляет собой, он делает проекцию образа на пространство, точно так же, вы видите, как Сальвадор Адали, но в рамках картины, а не инвайромента, пространственной композиции, он так же проецирует это лицо на ландшафт. И я заговорил про условия возникновения гиперреализма 70-х годов, и вот посмотрите на работу Чарльза Белла, «Гадалка» 1974 года, где Чарльз Белл тематизирует, это американский гиперреалист или фотореалист, потому что гиперреалисты, это, как правило, те, кто делают скульптуру очень натуралистичную. А здесь вот так вот, это фотореалист, который тематизировал игровой автомат, но в отражении этого автомата вы видите фигуры прохожих, и появляется человек, вот такой человек в шляпе, так напоминающий образ Рене Магрита. Вот эти самые прозрачные силуэтные образы, потому что расслаивающиеся картинки, это идея Магрита. И здесь Магрит, он подсказал видеохудожникам, тоже он дал несколько ключей к пониманию вот этой прозрачной картинки или картинки проекции. И Чарльз Белл, он где-то обнажает, вводя вот этого персонажа Рене Магрита, он показывает эту связь между режимом сюрреализма и режимом гиперреализма, вот такой сверхреальности, которая реальность даже, ну как сказать, она ее не дублирует, она ее во многих аспектах превосходит. Это реальность, которая уже связана с скорее не человеческими ощущениями, а таким опытом более метафизическим. Это вот как, знаете, один из теоретиков, постмодерна, 70-х годов, Жан Бодрияр, он рассказал в своем таком тексте очень важном символический обмен и смерть. Он сказал, что режим современности, а это были 70-е годы, он сказал, что режим современности это гиперреализм, и на смену сюрреализма приходит гипер. Если это объяснить вот так вот просто, вот представьте, что образы рекламы, в сюрреалистическом режиме, они абсурдны. Вот, то есть, откусил шоколадку и попал на остров. А образы гипера, это когда на экране появляется человек в белом халате и говорит, что, вы знаете, этот товар очень важен, я доктор вообще-то, потому что в нем содержится 2585 калорий вот этого. Вот это гипер. Он дает информацию, которая превосходит возможности даже человеческого мышления. Это больше, это цифры, это какие-то теоремы, и поэтому реклама гипера всегда рассчитывана как будто бы на компетентность зрителя, а не на такое свободное фантазирование, на галлюцинацию, на свободные ассоциации вещей и образов. А вот гипер, он как будто бы более естественен, но это совершенно другая реальность. И вот с этой реальностью Билл Виола и работает активно. И впервые она возникает в картинах. Сейчас я показываю вам такого классика гиперреализма американского Ричард Эстес. Работа 1969 года, это вагон метро, и работа о летании, это магазин 73-го. И посмотрите, как Эстес, он переходит, он работал сознательно с фотографией, это живопись по фотографии, но если у фотографии один окуляр, то у живописи два, потому что художник пишет двумя глазами, а фотообъектив снимает одним глазом. Вот, кстати, Билл Виола, когда вводит несколько тем внутри вот таких наложений картинок, он уже рассчитывает на, скорее, возможности бинокулярного зрения, а не монокуляра, как в кино и фотографии. Так что, когда Ричард Эстес начал воспроизводить фотографию в живописи, он открыл пространство и понял, что здесь даже буквальное воспроизведение фотографии невозможно, потому что это делается двумя глазами плюс время. Здесь время останавливается, и время становится бесконечным, как и пространство, созданное двумя глазами. То есть оно становится стереометричным, а не плоским, как это будет на фотографии. А дальше он экспериментирует с отражениями, когда витрина магазинов прозрачная, это такая мембрана между интерьером и улицей, или, как это на английском, между inside и outside. А ведь inside и outside – это ещё и наше состояние, это как бы приватное и публичное. Это локальная, какая-то локальная зона и зона открытая. И когда он пишет эти множественные отражения, начинается расслаивание картинки уже. Она как будто бы состоит из множества слоёв. И вот видеохудожники 70-х, чей глаз уже был, поставлен живописцами, гиперреалистами, они также начинают видеть в кино вот эти самые слои, которые невозможны, это же плоскость, это тени, это плоская картинка, которую они вот так вот пытаются преодолеть, как вы видели в картине «Рефлектирующий бассейн». А вот это уже другая история, потому что, во-первых, Брюс Науман – это художник-экспериментатор американский, наверное, один из радикальных экспериментаторов шестидесятников, он постарше даже, чем Билл Виола, но он начал эксперименты с коридорами, с видеокоридорами в конце 60-х годов. И здесь камера, которая установлена за спиной у зрителя, снимает его, зритель, который движется по коридору и смотрит на монитор, видит себя уходящим со спины. Хотя зритель настроен на… Ну как, мы привыкли смотреть в зеркало, и вот мы уже, видя камеру, мы ждём, что якобы вот сейчас мы встретимся со своим лицом. На самом деле мы видим себя уходящими. И плюс тема коридора – это тема переходов, это тема перехода из одного состояния в другое. Я когда был на персональной выставке Брюса Наумана в Берлине, а там было порядка 20 разных коридоров, я вышел с выставки с ощущением, что я – это не я. Я – это кто-то другой. И причём вот этого другого, этого другого Брюс Науман моделирует, вот создавая эти ситуации. И вот такого рода опыты пространственных инсталляций с видеокамерами, потому что там очень важны были эти камеры, расстановки камер, и, соответственно, камеры фиксируют либо зрителя, либо они могут фиксировать, например, кого-то из посетителей, кто находится за пределами коридора. И тогда ты видишь себя как будто бы, но ты видишь себя в другом. Это вот после коридора Брюса Наумана 100% может возникнуть ощущение, вот так я смотрю на кого-то из вас, и я понимаю, что вот это я. Или вот это я. Вот так это происходит. Кто-то может сказать, ну, знаете, тогда психоделическая революция была, все ЛСД жрали, и поэтому вот у них это раздвоение и происходит. Но человек в гиперреализме всегда у него статус раздвоенной личности, потому что он существует в пространстве реальности, как мы, и в пространстве медиа. А уж когда появились социальные сети, то это шизоидное раздвоение стало массовым и всеобщим. Уже все его испытали на себе, мало того, многие уже живут там. Вот в чем отличие от человека 70-х, который почувствовал расщепление сознания. Он почувствовал, что реальность удвоилась и распалась на две части. На эту виртуальную и вот на эту самую какую-то реальность-реальность. Так что такого рода работы Брюса Наумана, они где-то имели в своей основе и контекст, скажем, восточной философии, которой они очень увлекались в 60-е годы. Вообще все 60-е, они увлечены Востоком. Как это повлияет на Белую Виолу, я покажу сейчас. И плюс это еще на человека в мире масс-медиа, в мире камер, в мире постоянного вот этого наблюдения, хотя камер-то было еще очень мало. И они были там в определенных зонах, и вот в работах видеохудожников. Так что момент вот этого пути и проживания пространства, и самонаблюдения за собой другим, вот это одна из тем очень важных для Наумана. Я покажу еще там, вот это еще очень ранний его автопортрет «Фонтан». Это тоже видеоработа. И здесь, знаете, он так вот руками как будто бы пытается эту четвертую стену разорвать и выплюнуть это в зрителя непосредственно. То есть видеохудожники все время разрушали иллюзию. И плюс это еще такая дань уважения Марселю Дюшану, от которого они тоже все тащились в это время. А вот прогулка по наклонной плоскости, где камера фиксирует идущего человека, но этот человек в видеопространстве не имеет как бы гравитации. Он преодолевает гравитацию, потому что в видеопространстве возможно все. И поэтому он движется не по прямой, а движется в любом направлении в данном случае. и это еще один художник. Вы видите, что это тенденция. И Билл Виола, который сначала в университете искусств в Сиракузах, это в Соединенные Штаты, это не Греция, учится он в этом контексте формируется. Вот Дэн Грэм, художник-концептуалист, художник, который много работал с видео, он создал вот такие комнаты с прозрачными перегородками, где зрители наблюдают, вы видите, там камеры вверху установлены, и зрители наблюдают друг друга и сквозь прозрачное стекло, и сквозь видеомонитор. Они, например, могут увидеть в мониторах себя. Там, понимаете? Вот с этим он работает. То есть зритель видит отражение себя в стекле, а потом дублируется камерой видеоизображения, и в результате появляется уже не только двойник, а тройник. Это человек, который вот так, во-первых, это всё равно, что вот вы все, это я. Вот такая вот история. Потому что, опять же, есть момент, что человек видит же не только себя в отражениях и в видеотрансляции через камеру, на монитор через это стекло, но он видит и других людей, поэтому он себя тоже с ними соотносит. Так что это, вы видите, идёт общая тенденция. Вот здесь вот в варианте 76-го года, и вот тоже обратите внимание, как называются эти работы. Комнаты задержки времени. И здесь тема остановленного времени, тема, когда человек выпадает из актуального времени и попадает вот в этот коридор, вот видит себя уходящим там. И вот так, видите, ну вот это вот похожая ситуация, как мы сидим тут, как в аквариуме, и вот там я пошёл тоже. Так что эти истории, они осваиваются очень активно, вы видите, целым поколением художников 60-х годов, которые работают с новыми медиа. И да, и тема Вита окончия, это ещё одна очень важная фигура для Билла Виолы, потому что с, скажем, Дэном Грэмом он не очень, насколько я знаю, контактировал активно, а вот с Брюсом Науменом и с Вита окончий, да, это художники, которые на него очень повлияли. И с ними он был знаком ещё в Соединённых Штатах, Вита окончий тоже в Соединённых Штатах, он был знаком с ними, а потом они все встретились в 74-м году во Флоренции, где открылся новый центр медиа-искусств, и они стали его резидентами. Это был 74-й год, и поэтому контакты у них были прямыми, и Бита окончий, да, и плюс ещё Флоренция, вот как-то, да, город, который вообще не ассоциировался с современным искусством ни у кого, но итальянцы, аж в 60-е, были более чем радикальные, там у них артеповара была, и Флоренция решила как-то из сна пробудиться вот из этого музейного сна, вот бесконечного уже Флоренции эпохи Ренессанса, и стать модным центром. Поэтому набрали туда странных маньяков, которые там начинают работать, но всё-таки, знаете, Билл Виола начал фрески смотреть, вот в чём его как бы, после Флоренции он не мог, на самом деле, уже как-то иначе, он обсмотрелся этих фресок, и его эксперименты в области видеоискусства, они вдруг, конечно, накладывались на его восприятие пресок Ренессанса, он начал видеть в них движения, и он сказал, что вообще Ренессанс это движение от статичных фигур к взаимодействию между ними, начиная со складок, ритм складок, который определяет динамику этих фигур, так что, ну, Мазаччо там, один из ярких художников, который вообще всё через движение делал, этим отличался очень сильно от традиций Джонта, ещё 14-го века, но это другой случай, я показываю работы в Вито-Оконче, такие, знаете, которые вообще представляли собой ситуации, это ситуативные вещи, и Вито-Оконче в сопровождении фотографа он выбирал себе жертву и следовал за ней в течение дня, вот так вот, и, конечно, эти работы возникали в истории вот такой тотальной слежки, это такая шпиономания, в Америке была ещё в 50-е годы, и вот то, что за тобой наблюдают, за тобой следят, он обыгрывал эту историю, и плюс, да, это тема, это тема искусства, которая растворяется в жизни, и работы у него в это время были очень разные, потому что его торговые марки это акция, которая включала в себя что? Художник себя кусал, и от отпечатков зубов он делал такие, он их прокрашивал тушью и делал уже отпечаток на бумаге, и здесь был момент именно тела как материала для произведения искусства, и здесь он, да, хотя вы видите предысторию этого, то есть картина, укушенная художником, это Джаспер Джонс, он прогрунтовал этот холст, а потом, ну, скорее всего, не сам кусал картину, укушенную человеком, вот о чём это, о том, что картина не фикция, о том, что картина, она несёт на себе следы физического воздействия, то есть художники 60-х, хотели уйти от этой, знаете, отстранённости, от этой дистанции, а Вито Окончи, используя вот этот акт насилия, в общем, над собой, с помощью темы насилия, вот такого жёсткого воздействия, он тоже разрушал дистанцию между зрителем и произведением искусства, превращая себя в произведение искусства. И ещё одна художник, которая, скорее всего, ну, она оказала влияние на всё, вот поколение 60-х, это Короли Шнеман, и её iBody, это серия, в общем-то, фотографий на выходе, но это были перформансы, потому что все эти фотографии созданы в художественной среде, напоминающей картину абстрактного экспрессионизма и трансформации на камеру, вот такая очень важная история, и вот iBody, да, вот это вот как бы глаз тела или переживание картинки через телесную реакцию, потому что Короли Шнеман, она занималась и перформансом, вот прежде всего, сначала с живописью, а потом перформансом, и она в перформанс вышла, буквально вылезла из живописи, и серия iBody стала вот эта, вы видите, она становится частью произведения, она становится частью картинки, которая когда-то была абстрактным экспрессионизмом, и вот здесь тело как инструмент, тело как материал, и тело, которое то растворяется, то проступает из этого пространства, вот то, что вы видели, отголоски этой темы, но в более стерильном варианте, в видеоработе Билла Виолы Вайт Спейс, Белое пространство, и вот опять Вито Акончи, с перформансом, который растянулся, вы видите, на много дней, он стал его своего рода персональным ритуалом на некоторое время, и этот шаг на табуретку, и вот это шагание несколько раз он производил, в основном до тех пор, пока не надоедало, или он не уставал, и здесь зафиксировано, сколько времени он занимался вот этим полезным делом. Это было, в общем, чистое нефункциональное действие для него, и действие это, которое, ну как, это ритуал личный, но этот ритуал, который позволял ему замедляться, он позволял ему как бы вырвать, разорвать течение времени, потому что, ну как, мы встаем, да, и вот мы по часам начинаем жить, а здесь ты делаешь что-то вопреки часам, и это была тема у художника, вот тема замедления, которая станет вообще принципом, одним из главных принципов Билла Виолы, замедлится, все они одержимы замедлением, Марина Абрамовича замедляется в это время, и вообще она вот потом учит всех своих волонтеров, которые воссоздают ее перформансы, вот как она их учит, она их учит замедляться, чтобы стать выносливым, чтобы выдержать боль, нужно все делать то же самое, только очень медленно, вот, живите как живете, только медленно, пьете кофе и пьете так, медленно, вы подносите, и тогда вы выпадаете из хода времени, у вас возникает свое время, вы как бы независимы, и вы автономны от этих часов, вот, потому что, почему это возникает, скорости сумасшедшие, скорости, да, 20 век, это скорость, причем все обожают скорость, и все настолько привыкли к этому скоростному режиму, плюс, да, расписание очень четкие, жесткие расписание, у меня сейчас двух там это самое, у меня сейчас это, и причем это же навязанная модель определенная, да, это модель, навязанная социумом, это модель, которая нас как раз превращает в психопатов, да, вот, в того, кто как бы подчинен уже, он себе не принадлежит, если ты себе не принадлежишь, все, как бы, да, тебя нет, отсюда и ощущение у людей, что их нет, вот так вот, или они живут не своей жизнью, так что перформанс с замедлением, и вообще идея замедления становится именно панацеей, и она берется из практик буддийских, в первую очередь, или дзен, ну, дзен буддийских, причем, знаете, Билл Виола, да, он рассказывал, что у него был потом в 80-е годы свой дзен-учитель, когда они с женой, вот они, жену он себе вообще в Австралии нашел, да, и когда они с женой жили вот по полгода в США, и в Калифорнии, и по полгода в Японии, ну, там не очень далеко, в общем-то, могли себе это еще уже позволить, и, хотя не очень, в общем, так скромно и пуритански жили, но там вот было важно вырваться из этого круга, и вот, понимаете, вот тоже очень интересно, что когда в СССР, да, вот всякие стиляги, ну, они чуть раньше были, и вообще не только все говорят про американский образ жизни, американскую пунктуальность, американскую вот эту дотошность, американскую скорость, вот, американцы в это время, как бы, бегут на восток, вот эти, когда все хотят быть похожими на придуманного американца, американцы какие-то странные, да, вот они вдруг, хотя они, конечно, это отщепенцы, да, это вот такие фрики, которые вдруг занимаются странными вещами, и пытаются создать свой ритм времени, и выбиться из времени, вот почему так Вито Акончи был важен Биллу Виоле, для понимания, видеоработы он тоже делал, их много у него, но вот то, что можно увидеть в интернете, например, это работа центры, хотя такая чудная работа, вот, сам Вито Акончи, он сейчас рассказывает, что, вы знаете, я сам удивляюсь, как я это делал, все, вот, я бы сейчас так не смог, потому что я бы сказал себе, зачем, вот, а тогда я как-то вопрос не задавал, в чем состоит видеоработа, он вот так вот пальцем указывает на зрителя, на камеру, это кажется, что на зрителя, на камеру, он пытается выдержать центр, в течение, по-моему, 10 минут, где-то, вот, естественно, рука у него начинает дёргаться, естественно, он как бы весь уходит, как бы в эту точку, и его уже как бы нет, он растворяется в этом действии, и отсюда ещё и возникает, конечно, ощущение протыкания, протыкания этого пространства, то есть он пытается разорвать картинку, он пытается именно как вот у Микеланджело, да, вот это вот, вот Бог-отец, вот сойти со зрителем, и как бы вот разорвать эту иллюзию, вот чем он занимается, и, кстати, вот меня удивляет, сейчас, да, они как-то так, вот у меня тут картинка была, так, сейчас я покажу, да, чтобы вы увидели, так, она куда-то у меня, да, куда-то она делась, ну ладно, вот, у меня ещё была картинка, дело в том, что в 71-м году, вот, вот, вот Дэвид Боуэй, с, видео, Lives on Mers, он также, вот, как вид, окончил, в том же самом году, он начинает совершать то же самое, как будто он протыкает, видеоизображение, в этом клипе, но вы его можете увидеть, в Ютубе, вот, так, что это, как бы, ещё веяние времени, и плюс Боуэй в своём клипе использовал старую плёнку сознательно, а потом с этой старой выгоревшей, выцвевшей плёнки, он переснимал, это видео переснимали уже на новую, и сохраняя этот эффект стария, вот такого вот, который дематериализовывал его фигуру, он ещё так накрашивался мощно, что эти, а там иногда на плёнке только яркие эти пятна гринь, а там нет фигуры, так что эти эксперименты со старыми плёнками, переснятыми, перепечатанными, и эффектами исчезающей картинки, рассыпающейся, они даже, вы видите, вот проникают в такую экспериментальную часть массовой культуры, начало 70-х, начало 70-х годов, а это одна из первых видеоработ, вот Билла Виолы, 72-го года, Тейп Ван, причём Тейп Ван, это как бы Ван, это, или Тейп Ван, или Тейп Ай, то есть тут Ван Ай, ещё имеется в виду, и причём Ван, в данном случае, это не только один, да, но и там запись один, вот, или, вот, Ван, это ещё как бы целое, и видео очень несложное, как и многие видео, вот того времени, которые строились на разных идеях, и на видео он как будто бы идёт по коридору, а потом зрителю кажется, что он смотрит в зеркало, а на самом деле он смотрит на себя, который запечатлён на мониторе, и в финале он стирает запись, и он как бы совершает вот такое виртуальное самоубийство, и здесь он возникает, опять же, в видео он возникает как герой, и как образ, который запечатлён на мониторе, а потом он выключает себя на мониторе, и тут возникает момент, как бы, вот твоя жизнь на плёнке, и твоя жизнь, как они связаны между собой, и как, как будто бы, прекращая жизнь на плёнке, ты обрываешь свою реальную жизнь, вот так что там есть, такая драматизация изображений, и вы видите, что он такой ещё зелёненький, совсем, и да, начало 70-х, это ещё, конечно, фильмы Тарковского, и нам через Тарковского, даже, знаете, чтобы понять Биллу Виолу, нужно хорошо понимать Тарковского, мало того, Билл Виола, во-первых, его жена Кира Перов, это Перова, она имела какие-то русские корни, скорее всего, хотя они это не афишируют, они вообще в официальной информации стараются не рассказывать, кто они, так сказать, вот по происхождению, и плюс, ну, либо через Киру, но так или иначе, он втягивается в фильмы Тарковского, он, конечно, он их видит не в начале 70-х, а попозже немножко, но Тарковский, как видеохудожник, он, видеохудожник 70-х, он занимается похожими вещами, и в фильме «Зеркало», тоже, опять же, тема «Зеркало» и тема «Отражение», потому что в видео «Тейп-1» у зрителя возникает ощущение, что Билл Виола подходит к «Зеркалу», а он подходит к записи и выключает, да, то есть ты выключил отражение, вот что это такое было. И в фильме «Зеркало», я думаю, что самое невыносимое, на самом деле, кино у Тарковского, где он испытывает возможности кинематографа, вот просто, за что его любят, все еще, видеохудожники любят Тарковского, а зрители говорят, я лучше удавлюсь, вот просто, потому что «Солярис» еще ничего, ну там двойнички, ну ничего, фантомы, хотя, конечно, дурдом, да, вот, потому что тема «Соляриса», тема «Соляриса» — это ты не можешь выйти за пределы собственных страхов, как тебе выйти, чтобы войти в контакт вообще с кем-то, вот человек не может, он все время, воспроизводит свои страхи, свои воспоминания, и он как бы зациклен на себе, и там одна из тем, можешь ли ты вообще пробить это вот пространство, себя, и выйти на какой-то другой уровень, и «Океан» же тоже, в свою очередь, хочет войти в контакт, но он все время спотыкается на том, что герои фильма видят что-то, что имеет отношение к ним, то есть эго, и вот это преодоление эго, оно очень важно, а в случае с зеркалом, и причем, знаете, воды сколько там, сколько там дождя, сколько там вот этих левитирующих фигур уже в сновидениях, или вот опять же тема вот этого, как жидкого зеркала, которое у Жанна как-то в 50-е годы, но самое, конечно, прекрасное, что есть в этом фильме, это то, что один из главных героев, которого играет Смоктуновский, он играет его голосом, он находится за кадром, и когда ты понимаешь, что пространство, которое выстраивает Тарковский, это закадровое пространство, а картинка, которую он показывает, это только триггер для воображения закадрового пространства, Кузьмин, что это такое вообще? Это же какой-то загробный мир, который он создает, и для Тарковски, вот Тарковский, кстати, почувствовал, как видеохудожник, он почувствовал, что кино это про смерть, кино это про то, что было, а если то, что было, это некрофилия, то есть ты смотришь на время, запечатленное, на запечатленное прошедшее время, и это время крутится перед тобой, то есть ты как бы умираешь, когда ты смотришь, не случайно люди о себе забывают, да, в этот момент, ну, потому что их нет, их в этот момент нет, это время их пожирает, оно их уничтожает, и можно ли преодолеть эту смерть в кинематографе? Каждый из художников, да, он начинает это искать, почему у Виолы все время смерть, это все время идет, вот, она у него как будто, ну, какой-то страх забвения в 70-е, он такой общий для людей, которые попали в мир масс-медиа, да, вот этот, отсюда и обострение идет, обостряется этот страх очень сильно, что от тебя ничего не останется, кроме вот этой картиночки, да, или там аватарочки, вот какой-нибудь, вот, так что вот это вот, они очень остро это переживают, вот, и увлечение Тарковским, у Билы Виолы, оно дошло до такой степени, что он одного из сына назвал Андрей, у него два сына, и в честь Тарковского, вот, так что, и иногда цитаты мелькают, есть у него, и, скажем так, у меня где-то здесь ландшафты, да, еще у меня были ландшафты Соляриса, особенно, ой, ландшафты Сталкера, особенно комната, которая начинает стекать, вода, вот это вот, это уже так похоже на Билы Виолу, на самом деле, что иногда можно говорить о цитатах, он цитирует иногда, он не настаивает на том, что это оригинальные картинки, тем более, что он еще использовал впоследствии, как вы знаете, картины художников известных, он как бы делал реактменты, он их оживлял. И еще один герой, с которым Билл Виола встретился и во Флоренции, и это Нам Джун Пайк, это кореец, но кореец, который осел в Германии еще в 60-е годы, он как бы кореец-европеец, и надо сказать, что он так был важен немцам вообще, они его так вот полюбили еще, и потому что немцы после Первой мировой войны очень хотят в Монголию, они как бы работают со своей европейскостью, это как американцы после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки все увлечены дзен, там как бы любой, даже самый простой интеллектуал, он как бы слышал дзен, но не знает, где Н, ну в общем, все дзен, и точно так же, как немцы, которые шли на Восток во Вторую мировую войну, они вот так вот умом пытаются уже интеллектом своим как-то с Востоком соединиться, это Юзеф Бойс, который заговорил о внутренней Монголии в 60-е годы, и это Ананжин Пайк, у них вот просто посланник такой Востока, который вошел в европейскую культуру, и первые его видео, они вот такие, как дзен для ТВ, они простые, достаточно, но медитативные, абстрактные, и это особым образом настроенный телевизор, расстроенный, вернее, который транслирует вот только одну вот эту светлую полосу, и ТВ Будда, самая известная его работа, где Будда медитирует на Будду, поскольку камера, направленная на него, транслирует изображение на телевизор, и вообще там же Пайк очень часто использовал телевизоры скорее в таком даже декоративном ключе, он всячески, да, или вот такие вот он создавал как бы системы, где с двойниками, опять же, с трансляциями, так что очень, вы видите, вот похожая история. И я покажу еще вам, вот я уже заговорил о статике, и вы видите, что еще Жан Тенгли, это художник кинетического искусства, который вообще завязан был на движении произведений, на движении объектов. Жан Тенгли вдруг, да, делает акцию над Дюссельдорфом, вот если мы заговорили про Нам Джумпайка, а он был связан со школой искусств в Дюссельдорфе, как и Юзеф Бойс, вот над Дюссельдорфом Жан Тенгли в 59-м году разбросил, разбросал 150 тысяч листовок за статику, вот, чтобы почувствовать движение, замедлить. Вот это манифест, и это манифест, который, в общем, у многих отложился, художников, сознание, как некий вот важный вот этот призыв к замедлению вопреки навязанному ритму современной жизни. А так, что здесь, казалось бы, художник должен быть динамичным, да нет, будь статичным и будь статичным в движении, потому что, как только ты замедлишься, ты выпадешь из навязанного ритма и обретешь свой ритм. Вот так это вот происходит. Поэтому, да, ну, Джон Кейдж, это само собой, это фигура, которая повлияла на всех американских художников, и его, кстати говоря, последователь Тюдор экспериментировал с акустикой, с музыкой, с электроникой, и вот как раз Билл Виола работал с Тюдором, он работал с последователем Джона Кейджа. Кстати, Тюдор был первым, кто исполнил 4.33, паузу. Вот, а это, обратите внимание, 52-й еще год, когда Тюдор вышел на сцену, открыл рояль, и выдержал 4.33, 4 минуты, 33 секунды и закрыл рояль. То есть, он маркировал начало музыкального произведения и маркировал его конец, создавая как бы пространство, в котором любой звук, у нас восприятие, если мы настроены на восприятие музыки, у нас уши уже срабатывают, и у нас уже шум идет, шум, какое-то движение, еще что-то, и все становится частью вот этой композиции. Так что, эта пауза и стала основой для замедлений, и она стала даже частью общей культуры, американской, интеллектуальной, которая всячески противостояла зрелищной культуре, вот такой вот атаки зрелищами или пожирателям зрелищ, здесь как бы все было незрелищно, абсолютно, хотя поздний Билл вёл суперзрелищный, до умопомрачения, но это зрелище, вы знаете, чтобы прийти к этому зрелищу, ему нужно было создавать незрелище, в принципе. Так что, и пережить этот момент. Еще одна работа, вы можете ее увидеть в Ютьюбе, она есть, знаете, невыносимая, очень жесткое, пространство между зубов, пространство между зубов, хорошо, и причем, знаете, там как, вот я показываю несколько кадров, там камера проносится по коридору, и потом как будто въезжает в художника, это сам Билл Виола, он открывает рот, и он орет, и вот этот крик, он еще там модифицирован через электронику, и это уже не человеческий крик, а крик какого-то уже, ну, может быть, ну, вот этого виртуального субъекта, вот какого-то, он не совсем человек, и плюс, знаете, да, когда мы открываем рот, в любом случае, мы немножко индивидуально стеряем, потому что, ну, это то, что нас сближает с животными, это кричание, да, вот, и это кричание, оно как бы нас деперсонализирует, и вот через этот крик, и, опять же, знаете, ну как, крик Мунка опять, да, вот этот крик, который через все сто лет, мы кричим сто лет, поэтому здесь уже, ну, даже чуть больше, и поэтому здесь еще, знаете, есть момент, когда, ну, вот ощущение, да, что камера по внутренним органам, она дальше не идет, вот, там все время идет еще и повторение, она как будто бы все время атакует этого зрителя, этого человека, а он от нее отбивается этим криком, потому что ему страшно, когда она на него наезжает, и параллельно с движением, да, вот он проявляется, и, наконец, ор и зубы, сначала это мутная картиночка, мутная, 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 а потом она все больше, больше, больше становится резкой, и дальше мы вот как будто уже все, мы вступаем с ним в контакт, и сейчас он будет нас кусать, или еще что-то, то есть опять, это такой разрыв границ, он прошибает эту границу, между картинкой и зрителем, мы буквально влетаем ему в рот, вот через звук, и тут возникает вопрос, кто мы еще, может какая-то муха какая-то безумная, или пчела там и так далее, то есть вот так, да, немножко это напоминает, да, обложку альбома King Crimson 69-го года, и здесь он, конечно, увлекался и арт-роком, и такой психоделической музыкой, хотя уже, а дальше это, да, это была скорее, вот такая звуковое пространство, в большей степени интересовало, да, и вот еще одна штука, которую я обнаружил в одном из его интервью, и когда ему задали напрямую вопрос, скажите, кто на вас повлиял, и ожидали услышать, там, Брюс Нал, или там еще кого-то, он сказал, вообще, на меня вот повлияла вот эта книга, и это цейлонец, но индуист, специалист по индийскому искусству, кстати, она не переведена на русский язык, к сожалению, но она есть на французском, ну, там колонии были французские, насколько я помню, и, значит, и здесь, да, на немецком она существует, и вообще в западном мире, это была такая установочная книга по искусству Индии, и это эстетика индийского искусства, не только история, а даже в большей степени философия, и вот, как она называется, трансформация природой в искусстве, и причем природой не только это как бы растение, животное, да, или там окружающий ландшафт, а природой в широком смысле, как бы вот живого, вот что имеется, живое, и Виола сказал, что эта книга настолько, он ее просто назвал своей Библией, и он ее освоил где-то в конце 70-х годов, когда он переживал кризис очень серьезный, в связи вот с этим, знаете, эти эксперименты с криками, укусами, эти короткие видео, они как будто бы уже, ну, не то чтобы надоели, это был такой тупик, и нужна была какая-то другая эмоциональность, нужна была другая настройка, и поэтому начал путешествовать, он как бы стал таким немножко отлетевшим человеком, а начинал как такой нормальный западный художник, такой вот вполне себе нормальный, вот, и актуальный, именно вот такой вот, который работает прям с самыми актуальными темами, и тут вдруг вот он уходит в это, это еще, знаете, к вопросу, сейчас у нас, ну, постоянно всех вот пичкают современных художников разной западной критикой, такой критической западной теории, и этот вот пласт литературы, он вообще как бы не ассоциируется с современным искусством в принципе, вот так вот западная критическая теория ассоциируется, а это нет, и тем самым мы как будто бы, ну, на самом деле учим не то совсем, то есть люди, которые пытаются объяснить Биллу, Виолу из западной критической теории, они просто в тупик вот попадают, потому что это какая-то другая, совсем другое ощущение, другое восприятие, которое он в себе вот так вот воспитывает через работу Ананда Кумурасвами, и главы некоторые из них, они вообще представляют собой толкование терминов индийской философии, и порокша за пределами глаза, вот это ключевая вещь, за пределами глаз, ты как бы выходишь за пределы глаза, навязчиво, например, один и тот же образ замедляя, или раскладывая его не на 24 кадра в секунду, как в кино, а на 300, но это возможно только уже в цифровых съемках, это Билл Виол уже там конца 90-х, 2000-х, 300 кадров, это же вообще в одной секунде, понимаете, это же невыносимо, это именно желание выйти за пределы возможностей восприятия, да, и, соответственно, ты получаешь какой-то не образ, а какую-то другую субстанцию, и поэтому вот абхаз, это вот отражение и подобие, это на самом деле статусы образов в переселениях души, и, соответственно, разные состояния души, надо сказать, что индийская философия, она там есть момент рациональности, но вообще это философия эмоционального мира, и эмоциональный мир человека западного убог, он просто убог на уровне крика, вот мы либо испытываем очень яркие эмоции, мы взрываемся, либо мы тупеем, да, после того, как мы взорвались, идёт отупление, и поэтому мир эмоциональный, да, он, и Билл, в каком смысле он понимает это, да, вот после этого опыта криков, он начинает медитации, он начинает эту историю с как бы другим эмоциональным миром, он пытается именно воспитывать в себе эту другую эмоциональность, причём даже, ну, рискуя быть непонятым, и, да, вот эта работа, она уже связана с темой где-то, и вот этого, знаете, духовного видео, да, как зафиксировать отражение души, вот, и это путешествие души, где, ведь, что это происходит, да, ведь человек шёл по лесу, подошёл к пруду, он совершил этот прыжок, но этот прыжок в другой мир, вот в чём дело, да, и вот, и дальше он существует уже в каком-то другом измерении, в другом состоянии, это уже продукт увлечения Виолы, вот этими самыми идеями, о трансформациях души, и трансформациях природы, ну, да, хотя в основе, вы видите, да, источник-то у него вполне себе узнаваемый всеми, это Дэвид Хокни, это ещё его большие всплески, остановленные всплески конца 60-х годов, то есть он, в принципе, развил эту тему, плюс Хокни, видите, он так нарочно геометризирует, упрощает картинку, ну, это стандартизированные там бассейны, виллы там и всё остальное, вот, но тем не менее, это картинка нереальности, да, это как бы картинка с картинки, что у него здесь и происходит, да, и ещё одна ранняя важная видеоработа, это Шоттельджерт, это Тунис, называется, портрет пейзажа в свете и в жаре, и он это делал и в двух местах, он станал в Канаде и в Тунисе, лёд и пламя, лёд и жара, и причём иногда эти переходы не всегда видны, потому что вся эта атмосфера миража, стирающимися фигурами, которые запечатлены на плёнке определённой тоже, которая так, да, где-то даёт размытую картинку, и мы как бы становимся экстерриториальными, мы легко как бы перемещаемся из Туниса в Канаду и почти не видим разницы, потому что это пейзаж уже от то, ведь пейзаж это не ландшафт, а есть ландшафт, а пейзаж это картинка, и поэтому картинка отрывается от пейзажа, начинает жить своей жизнью, мутировать, перетекать, и вот так вот Билл Вилл, он понимает, что да, это в любом случае никакой реальности это не имеет отношения в принципе, это автономная, автономная реальность. Да, вот, и я в связи с этими ландшафтами Виолы, и вот посмотрите, да, это эпизоды из Сталкера, вот эта вода стекающая, но явно Содрал, Содрал, вот, и потом, значит, у него и появились эти люди, которые воду выпускают, то есть всегда, потоками, или, да, ландшафт в интерьере, вот то, что сделал Тарковский, причём это такие, как будто бы набухающие тоже тела, это такие животы, это телесный ландшафт, это, это идея, которая, да, где пространство вдруг становится телом, вот, и в этом теле герои себя тоже ощущают, они испытывают очень мощные там ощущения от контакта, да, вот с этим пространством, зоной, куда они, вот, попали, и там пространство воспринимается, как живой организм, и прямая ассоциация даже с телом, она и возникает, так что, ну, ностальгия, это вообще как бы живые картины, в принципе, картины замедленные, остановленные, и вот эта картинность Тарковского, она, конечно, Биллу и Виолу тоже очень вдохновляет, что там он практически уничтожает время, вообще актуальное время, время динамичное, и картинка вдруг, да, такова, что она вообще противоречит времени в кинематографе, но в результате ты как бы преодолеваешь смерть в таким образом, смерть в кино, да, но опыты, скажем, которые еще развивались у Дэна Грэма, у Брюса Наумана, опыты конца 60-х, начала 70-х годов, Билл Виола, в общем, продолжает 80-е, когда он занимается инсталляциями, с элементами видеоизображения, а еще не живыми картинами, но инсталляции уже с особыми настройками, потому что, когда человек садится, вот это называется причина для стука в пустом доме, когда человек садится, зритель садится на стул и одевает наушники, он слышит, конечно, фильм, но он слышит стук сердца этого героя, понимаете, вот, он слышит его дыхание, он иногда слышит его слова, и он вступает как в донорский контакт, то есть этот герой, он как бы что-то начинает у него забирать и что-то ему отдавать, поэтому звук, который идет, он такой физиологичный в основном, это не рассказ какая-то в картинке, да, а наоборот, это тебя через наушники подключают к этому человеку, хотя нет человека, это же картинка, человек есть, и этот человек, он в тебя как бы закачивается, ну, потому что так мы устроены еще, мы так устроим наш организм, и эта реакция на звук, на объение сердца, на то, что происходит внутри, мы ее, конечно, ассоциируем с собой, так что в этой работе возникает ощущение прямого контакта, вот такого, с этим фантомом, по сути, но его же не существует, да, это как будто бы спиритический уже сеанс этого обмена, и здесь, надо сказать, что он открывает, Билл Виола в 80-х, он становится чуть ли не мистиком, и вот этот момент иррационального, он все больше и больше его захватывает, знаете, и это иррациональное, оно, скажем, вот еще 60-е, наверное, были последней эпохой, когда люди так мыслили позитивистки и рационально, они верили в прогресс, они верили, что, значит, наши технологии, они, значит, нас продвинут вперед, мы полетим в космос, там, колонизируем Марс и так далее, а вот в 70-е оказались вот таким переломной эпохой, после которого, ну, кто-то начал говорить, что это конец эпохи просвещения вообще, огромной эпохи с 18 века, и вдруг начало этого иррационального, какого-то иррационального ощущения, и мистика вдруг возникает, потому это как, опять же, новые технологии, они создали это пространство мистики в первую очередь, так что и здесь наука сердца, это сочетание операции на сердце с этой красной кроватью, вот такая композиция, где, ну, это красное на проекции, она ассоциируется, конечно, с этой красным покрывалом, и это ощущение жизни и смерти, и такое, как бы, переживание жизни и переживание смерти, вот что как бы здесь происходит, вот, потому что, глядя для Билла Виолы, почему путешествие души, да, потому что эта душа, она, как бы, она, во-первых, может вот так вот вселяться в другие тела, она может оторваться от тела и вот так вот, как бы, двигаться свободно в разных траекториях, то есть это больше индуизм, скорее, да, и хотя христианских мотивов у него очень много, но христианство у него такое странное, потому что всё-таки, это, знаете, это, как бы, христианские образы, из которых вынуто христианство, вот что это такое, а это странная штука, образа нет, вернее, образы, как пустые оболочки, которые наполняются другим смыслом, другим содержанием, и в каком степени это сумерки христианству в Европе или вообще в западном мире, и здесь возникает вопрос, да, что приходит на смех, да, как в эти пустые оболочки, в общем-то, вселяется другое ощущение совсем, хотя где-то это напоминает, ну, скажем, это может ассоциироваться с отрывом души от тела, да, в момент умирания, и комната Иоанна Крестителя, это проекция гор, где он был как отшельник, и при этом вот такой камерный мотив, который, в общем, это такая комната с картинками гор тоже, и здесь зритель, он мысленно, он помещает себя сначала в ту картинку, а потом в другую, вот в эту вот локацию, которая, скорее, соответствует какой-то малогабаритному жилью, или, да, вот очень интересно, медленно поворачивающийся нарратив, нарратив — это повествование, и здесь сталкиваются, скажем, крупные планы с движением фигур и сменяющиеся, или замедление сознания, вот еще одна очень важная, видите, замедление — это важная тема, и здесь даже от замедления действия мы переходим к замедлению сознания, это и позволяет нам как бы оторваться, например, мысленно от своего тела, вот, и как бы перемещаться, хотя сейчас, конечно, такого рода композиции используются во всех шоу, типа шоу «Ван Гог», вот, а тогда это было что? Это были уже выставочные такие формы со слайдами, с проекциями, и художники тоже начали использовать вот такие мультимедиа-инсталляции с проекциями, где зритель оказывается, например, в круговой панораме и вот так вот встраивается в картинку или как-то пытается через нее пройти, преодолеть, потому что все эти пейзажи в черном этом самом воображаемом пространстве, они кажутся уже больше, скорее, пейзажами воспоминаний. И одна из первых его работ на тему рождения и смерти – это «Небо и земля». Еще это объект, это вот, по сути, две трубы, и в одной проекции там младенец, вернее, на одном мониторе младенец, на другом там старушка. То есть вот так вот здесь рождение и смерть, они сходятся, и их в конечном счете нельзя увидеть, потому что они обращены друг на друга. Это такие картинки не для зрителя, это картинка оторванная, не предназначенная как будто для зрительского восприятия, а зритель может скорее приобщиться вот к этому странному контакту и, соответственно, перетеканию, как будто бы перетеканию этих изображений, это такой как будто аппарат по преображению смерти в жизнь, жизнь и в смерть. И «Нанский триптих» – это, в общем, такая работа, после которой Билл Виола стал тем, кем он стал. Потому что три проекции, на одной из них – это младенец, на другой – это человек в воде, как будто бы, и причём это взрослый, это взрослый человек как будто плавает, и, знаете, вот это вот, ну как бы это сон, в общем, в каком-то смысле, это, и причём это пассивное такое плавание, напоминающее, ну, где-то, может быть, младенца в утробе, да, который тоже плавает, но здесь это, это как бы средний возраст, это большая часть жизни, а на последнем он запечатлел свою умирающую маму, вот так, что маму не пожалел, действительно, для искусства, вернее, он пожалел, это как память, вот, но после этого он, по-моему, родственников не снимал уже никогда, это был его тоже способ, как бы преодолеть смерть, вот в чём дело, это как бы, это его страх смерти, страх потерять мать, который выразился вот в таком варианте, в этом триптихе, на тему рождения и смерти, вот так, что здесь у зрителя очень странное, да, вот такое, и плюс, да, осознанная жизнь здесь представлена в образе, скорее, вот такого пассивного, вот погружения в странную среду, вот такое вот, и как будто бы эти проблески сознания, они существуют только в начале и в конце, а так что очень непростая работа, и здесь жизнь и смерть, которые сошлись в данном случае, это тоже, в общем-то, способ так вот преодолеть, прокрутить эту историю, как бы назад, и ещё одна, да, спящие, это тема сна, которая тоже сна, вот понимаете, ведь этот человек, который там болтался в нанском триптихе, в воде, это же сон, да, это во сне мы часто плаваем, как будто возвращаемся вот в то состояние ещё утробное своё, и тема сна становится для биолога, как бы видение с закрытыми глазами, оно становится для него ключевой, вот тоже в начале 90-х, и интересно, что, понимаете, это же тоже как будто всё мы провели во сне, да, и этот сон, он прерывается только рождением и смертью, вот в чём дело, и смерть, это тоже прерывание сна, это значит переход в какое-то другое состояние, и тут эти спящие, которых он поместил в контейнеры, и как будто они так же, как вынутые из, ну как спящий человек, он же вырван из реальности, поэтому он погружается вот в этот замкнутый какой-то мир, вот, но мы его не видим, да, мы только, мы имеем как бы образ этого тоннеля, в который мы попадаем, а вуалирование, это я не случайно вам показал Кристиана Болтанский, потому что он использовал, Болтанский использовал ткани, на которые он печатал лица, а здесь это ткани, на которые он даёт проекции, и отцветы проекции дают свет, ещё отбрасывают свет на следующую ткань, и вот такое путешествие души, вот эта душа, она вдруг вот так вот во всех стадиях и модификациях, она превращается из фигуры в свет, потому что что-то такое у нас, говорят, остаётся, и оно как-то вот, остаётся свечение какое-то, и вот этот момент, ну там очень много легенд, конечно, что переживает человек, который, да, уходит, да, или какой свет он видит в последние мгновения жизни, и как происходит отрыв души от тела, вот от этой субстанции, в каком-то смысле Билл Виолом пытается смоделировать это состояние, так что визуализировать незримое, вообще вот эта тема незримого, она и становится его идеей, при всех его яркостях, вот таких вот, а вот встреча, которая, в общем, очень знаменитая, её даже, знаете, затаскали по разным, в Биеннале, это к разговору о том, что всё-таки там, это встреча Марии Елизаветы у Панторма, а это встреча каких-то женщин, в общем-то, это как бы отдалённо напоминающее Марии Елизавету, Панторма-то показывает беременность обоих, а здесь беременности нет, как таковой, они вот просто как будто давно друг друга не видели, и здесь скорее речь идёт о формализации, если мы формализуем эту сцену, то формализация иногда может дать какие-то сильные ощущения, вот так что, это вот, это, во-первых, очень замедленная сцена, они долго движутся, они долго, как будто бы почти не движутся, вот что он использует, иногда зрителю кажется, что это просто его уже так реагирует восприятие, что он сам придаёт движение этим статичным фигурам, и после, отсюда и эмоция, которая вытекает вот из такого напряжения сумасшедшего, когда ты смотришь на эту работу, ты как бы добавляешь им ещё большую эмоциональность, хотя они как бы почти как препарированные фигуры, картинные именно, которые играют в жизнь. и пресечения – это 96-й год, когда возникает эта тема воды и огня, и преображения этих фигур через стихии, причём эта идея стихий, она для него основная, это вода, ветер, воздух, земля, и она, в общем, скорее не христианская, она больше индуистская, но с христианскими мотивами, которые у него очень часто возникают. Вот так что эти фигуры, которые там растворяются, скорее, знаете, зачем нужна вода? Чтобы она даёт отблеск, это свет, и вот эти вот потоки света позволяют дематериализовать фигуру, или которая исчезает в огне, или вот в этом свете тоже растворяется. И квинтет изумлённых, работа 2000 года, навеянная просто буквально картиной Монтейни «Поклонение волхвов», и здесь его вот этот флорентийский опыт, он так сошёлся, и герои там разные, это и актёры, которые так вот эмоции выпускают, причём, знаете, всё-таки эмоции героев вокруг младенца, это одна история, а тут они испытывают эмоции вокруг кого-то, кого мы не видим. И что это такое? Либо это у них психическое расстройство, у них нет объекта эмоций, они сами по себе психи, вот так вот они волнуются, или ещё что-то, либо это вот по поводу зрителя, например, но есть что-то, этот образ, он не назван, он как бы может быть сгенерирован фантазией того, кто смотрит на них, и в каком-то смысле, да, здесь ещё и разные герои возникают, но их эмоции настолько сильны, что мы начинаем фантазировать этого кого-то, либо, да, либо мы начинаем копаться в себе уже, мы думаем, что это мы, и, соответственно, вот какую эмоцию вызываем мы непосредственно, да, вот подумайте, какие эмоции вы вызываете, ну, наверное, какие-то очень яркие, наверное, да, всякие, но разные в любом случае, а так что, ведь очень часто лица-то, да, лица людей, обусловленные очень часто тем, что, ну, как дети зеркалят, да, дети очень часто реагируют на то, как на них смотрят, уже вот как на них смотрят, вот так они и отражают, люди тоже зеркалят взрослые, конечно, человек, который сломан внутри, там, ну, серьезные какой-то травмы, он может в нее вот погружен, ему все равно, но, как правило, это тупое выражение, он как бы не эмоционально, эмоционально туп, а в принципе, большинство людей, конечно, реагируют, и в этом смысле, они нас тоже делают, да, мы начинаем отражать их эмоции, и так или иначе, срабатывает вот это вот, что мы их вызываем, и поэтому это эмоционально очень яркая, очень интересная вещь, и движутся они как раз с раскладкой там 300 кадров, и как будто бы в какой-то момент, вот потренируйтесь, в ютубе есть кусочек, вы попробуйте, как будто глючит, как будто бы все время уже ощущение, что это действительно картина, и этих эмоций там нет, движения нет, он вообще убивает движение, напрочь, там микро идут, микродвижения, и уже через несколько минут тебя выключает полностью, когда ты смотришь на это все, и здесь это серьезное очень испытание, вот то, что он придумал, да, и, конечно, этот эмоциональный мир, он происходит от его увлечения живописью 17 века, прежде всего живописью барокко, это и Рембрандт, это и Франц Хайс, причем у Франца Хайса эти эмоции, ведь 17 век занимается не ощущениями, он занимается эмоциями, это выражение эмоций, в первую очередь, а эмоциональный мир, он, ну как, он был открыт в 19 веке, вернее, открыт он давно, но в Европе, и его начали исследовать в 19 веке, вот Чарльз Дарвин написал книгу, например, выражение эмоций у человека и животных, и он считал, что эмоции, это то, что объединяет животное человека, вот, поскольку у животного сознания нет, то у него нет как бы разума, а эмоции одинаковые, в общем-то, и что у тех, что у других, так что эмоции животного происхождения, и 17 век, это мир эмоций, и эмоций ярких, и здесь Франц Хайс, вот мальчик, что здесь делает, он слушает, он как бы, он дует в дудку, и слушает, или слушает кого-то, кто находится, кстати, за пределами, он кому-то подыгрывает, и вот этот момент контакта, момент подыгрывания, момент обмена эмоциями здесь, от звука, ведь Хайс пытается звук написать, вот что, вот чем интересен, он бил у Виоли, и чем интересен именно то, что это репрезентация звука через живопись, ну и, конечно, анатомия доктора Тульпа Рембрандта, где яркие эмоции, и ведь это же еще эмоции, обусловленные чем, да, это препарирование, это первые анатомические театры уже, это публичное препарирование, и все, что делалось тайно, в 16 веке, в 17 веке, в Голландии стало театром, и здесь отсюда такие эмоции, отсюда, конечно, это ассоциация с мертвым Христом, и вот это опять, а то, что у них, о чем они, где там душа-то у него, вот, когда она вылетит, или, а как она вылетает, через ухо, или, как это вот происходит, что там внутри, и вот отсюда, им даже страшно, они как бы приобщаются, к этой теме смерти, они встречаются со смертью, или встречаются с каким-то процессом, который им неведом, и здесь, да, вот посмотрите, насколько это как бы близкие вещи, в случае с Виолой, которая вот так вот работает с выражением эмоций в новом медиа, и, но тем не менее, живой картин, и даже жанр фотоэтюдов, где контрастные головы напоминают бюсты скульптурные, то есть, это такой вариант видео скульптуры, а тоже, и с разными, и ведь, хотя, вот такие эмоциональные студии, их было немало, в 18-19 веке, сколько угодно, целые атласы, и здесь Билл Виола, он становится, ну, каким-то классицистом, даже, вот, понимаете, он погружается в контекст классического искусства, за что его любят все уже классические музеи, то есть, знаете, потому что каждый музейный чиновник любит порассуждать о диалогах классики и современности, вот, и так все замечательно, становится, поэтому вот Билл Виола, как бы, все уже больше дрейфлует в сторону, там, Лувра куда-то, да, а не в сторону, там, музея современного искусства, ну, хотя бы потому, что он выпадает из какого-то актуального времени, у него же континуум-то огромный, у него там несколько веков уже накручено, и вот это время, которое он бесконечно уже так вот модулирует, оно, конечно, никоим образом уже он выпадает из всякой современности, но современности он отвечает как раз вот этим иррациональностью, и мистикой. Да, и еще одно, один этюд с студиями Голов, я показываю, да, и дальше история, ведь и Монтенья, или вот то, что его зацепило в житие святой Катарины Сиенской, с темой, которую он здесь интерпретирует скорее как тему одиночества, тему изоляции, вот то, что, да, сейчас вот, тему существования в замкнутом пространстве, и как бы, вот там она создает то алтари, и она создает, вообще у него оригинал, эта картина, она только источник вдохновения, потому что Христа-то нет здесь, да, она вступает в контакт через свет, или через вот такой алтарь домашний она делает, импровизированный, и здесь, да, или йогой занимается, здесь есть бытовые какие-то занятия, и есть ритуалы, вот такие личные ритуалы, и здесь граница между бытом и отправлением бытовых потребностей и каким-то ритуалом, она оказывается размытой, вот тоже очень интересно, вот этот момент, и он, как Билл и Вилл, разрушает границу между живым-неживым, жизнью и смертью, тем, что было, и тем, что есть, еще, вот точно так же здесь он ритуализирует быт, и между вот эти, эту границу, где бытовое действие вдруг раскрывается в действии сакрального характера, и еще, тут он, как он начинает тяготеть к алтарным формам, вообще, алтарные формы, это формы даже архаические, это формы, которые исчезли в эпоху Ренессанса, в 16 веке, хотя там еще делали, конечно, для церквей заказы, Рубенс делал и так далее, но все-таки эта форма была уже, как бы, казалось бы, отжившей, такой традиционной, а он к ней обращается, потому что алтарь это переход в другой мир, вот так, поэтому ему нужна алтарная форма, вот несколько еще, я показываю этих кадров, и все время идет эта тема, очень по-японски все это, конечно, выглядит еще, тоже очень интересно, потому что мебель маленькая, и тут, конечно, кровать есть, но она низкая, очень многое она делает на полу, как японцы, и граница тоже вот эта вот между культурой католической, или культурой восточной, японской, дзен-культуры, она тоже окажется размытой, потому что Екатерина, Сиенская, Катарина, она же тоже медитирует, ей является Христос, и вот у Виолы одна практика сливается с другой, хотя, конечно, это разные практики, совсем, но он их воспринимает скорее в таком глобальном контексте, или, да, это тема нарцисса, Микеланджело в капитуляции, это как бы, или сдача, ну, как бы, это сдача, это как бы капитуляция нарцисса, капитуляция перед собственным отражением, и неразличение отражения, неразличение отражения и реальности, то есть одно переходит в другое, и отражение может быть источником реальности, а не следствием какого-то реального образа, вот, то есть вот так вот, прямая связь и отрыв. Ну, и, конечно, то, что пять ангелов миллениума, это уже мистика, это мистика, где силы, огня, ну, при всем, воды и света дают огонь, дают лед, это такая алхимия видео, он алхимиком становится, и он в каком-то смысле он понимает, что через видеоработу, через видеоматериал он может трансформировать одну стихию в другую, как бы лед в пламень, пламень в лед, и дематериализовывать фигуры, рождать фигуры, и это такая глобальная амбиция в каком-то смысле, и еще знаете, эти работы, они как-то, во-первых, и помогать людям начинают пережить этот страх смерти, который ты можешь пережить при жизни, вот так вот, отыграв его в видеоработе, или как бы подключившись в процесс восприятия этой работы, ты понимаешь, что ты как бы уже пережил этот момент, и этот опыт тебе известен, и в этом смысле как-то жить иногда становится легче, потому что этот страх небытия, он существует, что будет, а он тебе показывает, что будет, и конечно, это фантазии, но это фантазии, имеющие отношение к где-то традиционным религиям, и представлениям традиционных религий, которые вот так реализованы в трансформацию материи, и преодоление ее, да, вот посмотрите, и ведь это темные залы, где они инсталируются, и они инсталируются в общем, как фигуры, существующие в реальном пространстве, вот так он обрабатывает картинку, таким образом, чтобы она не воспринималась в четких границах, вот ему важно разрушить границы этого монитора, там проекции, поэтому это попроще, поэтому все контрастное, потому что фигура должна войти в реальное пространство, он ее как бы уже интерпретирует как существующую в реальном пространстве, а не видеокартину, у него есть как бы видеокартины, а есть вот такие пространственные композиции без четкой границы, вот этим этого четырехугольника, так что вот они фантазии на тему путешествия и погружения, испытания как бы рождения или перерождения, и где этот свет, да, фигура то исчезает на пустом фоне, то вдруг вот только свет акцентируется, и он уже воспринимается как форма, как фигура, как фигура, которая сейчас может материализоваться или может раствориться, так что такое преодоление материи происходит в пяти ангелов миллениума, тем более, что ангелы, ну, во-первых, они во многих религиях существуют, ну, в нескольких, это по крайней мере, ну, и плюс они не материальны, да, они, и вы видите сколько, да, и тема вознесения видео первый сон, и где спящие то ли солдаты, ну, скорее всего, это какие-то спортсмены, вот, ну, вызывающие ассоциацию со спящими солдатами и поднимающиеся из воды этот самый герой, ну, и здесь это фантазия на тему, сейчас я покажу как у картины, это фантазия на тему картины Мазолина Пьета, оплакивания Христа, и здесь они же из гроба, да, в общем, они его кладут в гроб, они его оплакивают и кладут в гроб, и здесь наоборот, они его как будто крестят в воде, совершенно не каноническая такая история, вот, почему-то возникает вода, они его вынимают, укутывают, и как будто бы он переживает наоборот второе рождение или перерождение, так что здесь Виола сознательно опять делать такую картинность нарочитую и композиционную, здесь каждый эпизод, он картинный, и он раскладывает это на несколько сотен картинных эпизодов, чтобы добиться перехода, но смысл этого ритуала нам не понятен, да, то есть это скорее какие-то работники, которые его будут оживлять в большей степени, Христос-то он сам как-то оживился, и да, вот, и гроб оказался пустым, а тут происходит какая-то манипуляция, которая вызывает ощущение, да, что это скорее воскрешение вот такое физическое, то, что происходит, и это начало двухтысячных, это всякие успехи генной инженерии, клонирования, и возможности опять бессмертия, или по крайней мере продления жизни, да, вот то, что сейчас даже некоторые говорят, что это будет основой новой социальной инженерии, вот, когда человечество разделится на две касты, касту смертных, стареющих, больных, ковидных людей, и вот, и людей молодых, вечно юных, не стареющих, вот, которые чем-то подпитываются, да, вот так вот, да, 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 вакцинированных, вот, особыми вакцинами, кровь себе переливающих каждый день, практически, вот, и, в общем, да, органы меняющих и так далее, так что, да, и вот этот культ молодости, он же, как бы сказать, все омолаживаются, и мало того, люди действительно, те, кому раньше 30-летние, нынешние 30-летние, как 20-летние, нынешние 40-летние, как 30-летние, и по возрасту, и по какому состоянию, ну, иногда и по мышлению, поэтому здесь это, в общем, это позднее взросление, да, а позднее взросление, оно продляет, как известно, молодость, так что, это, эти вещи, виолы, они отзываются, они отзываются, и хотя у них религиозные прообразы, но они отзываются на вот эти актуальные технологии, опять же, технологии, да, ведь он же работает с технологиями, и современной цивилизацией работает с технологиями, но эти технологии становятся в роду культом, тоже, вот надо иметь в виду, это такие культовые вещи, вот, когда вера в, когда традиционные представления сейчас поддерживаются верой в современные технологии, вот так вот это вот происходит, то есть это стало возможным, или вот эта тема потопа, и здесь вырываются вдруг из комнат вот такой чудовищный потоп, который разрывает эту границу, и здесь вода, и в работе, которая больше напоминает жирикоп, плод медуза, где вот такое стабильное сообщество, первоначально спокойно настоящих людей, оно вдруг вот поддаётся мощному воздействию потока, и дальше они как бы, переживая этот вот потоп, со всех сторон, когда их обливают водой, они вот дальше выходят из этого состояния, ну, где-то даже это всякие водомёты, конечно, и в политических, сегодняшних всяких уличных баталиях использующихся, и плюс этот вот миф, о потопе, который он транслирует, и, конечно, мир эмоций, мир людей, которые мощную встряску, и, конечно, предупреждали, но всё-таки никто эмоционально к такой штуке не может быть готовым, если он не пережил её, а так что этот момент катастрофизма, это очень интересная штука, а знаете ещё, ведь режим катастрофы, который Виола демонстрирует, я в Японии видел выставку катастрофы, вот, кстати, в России эта выставка с таким названием невозможна, ни один директор музея, ни один чиновник не пропустит катастрофы, ну, потому что скажут, название должно быть позитивным, спасение от катастрофы, ну, что-то вот такое, вот, то, что весело должно быть, людям плохо, вот, на всё есть аргумент, людям плохо, вот, а там выставка была интересная, знаете, вот там катастрофы разные, и политические, и экологические, внутренние травмы, и это несколько разделов, а поскольку японцев трясёт всё время, то, в общем, катастрофы это часть их жизни, и здесь кураторы этой выставки ещё задали вопрос, почему у современных людей СМИ держат в режиме катастроф, вот, перманентно, это экономический кризис, который не кончится, это экологические катастрофы, которые только нарастают, это пандемия, и вот это всё, со всех сторон, и, конечно, это режим угнетения, это режим, который человека как бы гасит и давит, и в каком-то смысле Виола здесь он отзывается на вот этот режим катастроф, который, в общем-то, распространён, он становится частью массового сознания, он где-то инспирирован извне, а где-то каждый из людей, он уже в этом режиме, он свою катастрофу вот так вот начинает как бы холить-лилить, с ней жить, это становится нормальной средой обитания уже, вот так что то, что, скажем, в классической живописи было таким исключительным событием, да, вот, которое представлено на картине, у Виолы становится какой-то бытовой даже историей, они же одеты, как они одеты, как обычные люди, вот, которые так вот с чем-то столкнулись, вот, с чем-то, что даже для них, ну, возможно, еще будет иметь место быть, так что, ну, это еще одна тема, и здесь я показываю еще в качестве одного из ведущих художников, который он параллельно развивается, сейчас это Джеймс Таррелл, и его работа с видеопроекциями, она скорее, а также это не видеопроекция открытое небо, это просто кусок неба, вот как на Монтейне, в доме Монтейне, где, кстати, эта квадратная форма, а квадрата же не существует в реальности, квадрат существует только в нашем сознании, это абстракция, все остальные фигуры можно увидеть, а квадрат нет, как правило, и вот этот квадрат, он сразу переводит нас в какое-то другое измерение, и заставляет воспринимать этот фрагмент неба, как виртуальный фрагмент, и вот, а у Таррелла это просто вырезанный фрагмент крыш потолка, и который после, но, правда, мы это воспринимаем как видео только тогда, когда прошли обработку в его коридорных вот этих инсталляциях, вот как вот внизу одна из них, это синий, это синий прямоугольник, куда входит каждый зритель, и выходя из, во-первых, находясь внутри этого пространства, цвет начинает меняться, хотя цвет не меняется, это так устроено восприятие, а когда мы выходим из этой картины, мы также начинаем все видеть по-другому, и плюс дематерализуются стены этого музея на острове Наосима, музей Чичун, который Таррелл построил с Тадао-Андо, и Таррелл, он более, скажем, он, да, у него нет образов, он более, он работает скорее с цветом и восприятием цвета и пространства, но вот эта тема преодоления границы картинки, да, и проникновения внутрь картинки зрителя, она его сближает с опытами Виолы, хотя у Виолы все построено на вот этих самых, как будто гипер уже зрелищности, это гипер зрелищность, это чрезвычайно насыщенные вещи, вот, и он нагнетает это для того, чтобы эта фигура, она передалась, мы ее просцировали с собой, чтобы мы пережили это, он нас сжигает, вообще-то, да, вот, и интенсивность огня, интенсивность этой ассоциации, и причем там же огненная женщина прыгает в воду, еще, и дальше огонь превращается, вот, огонь сливается с водой, вот опять алхимия возникает, и переход в другое состояние, вот так вот, и здесь она не то, что сгорает в огне, это скорее, у нас так ассоциация работает, она больше спасается, но через этот вот переход в воду, она, опять же, она трансформируется во что-то другое, вот, и здесь, опять же, я подчеркиваю, гиперзрелищность работает на то, чтобы зритель испытал мощнейшие телесные реакции, потому что через тело мы преображаемся, вот, через, это, как говорят, через мучение, да, а муки, да, муки, это телесные муки, в первую очередь, и даже если они душевные, они передаются телу, уже, почему тело начинает конвульсировать, дергаться, и так далее, а так что здесь от тела и от тела в душу, да, и, конечно, вот так она работает в пространстве, но здесь фигур на проекции почти не видно, вот, но она вполне соотносима с реальными фигурами зрителей, и, причем, да, как и большинство видеоработ Виолы, они все-таки, они взаимодействуют с реальным пространством и, конечно, со зрителем, этим они отличаются от кино, и здесь это пространство огня, оно как будто бы вот такой портал представляет из себя, портал в другое измерение, ну, по-своему, барочный такой эффект, и вот они, алтарные формы, которые он показал в церкви Сан-Галло на венецианской биеннале, океан без берегов, и эффектах, во-первых, вы знаете, вот там, это же алтари с надгробиями в основе своих были, вот, это же тумбы, эти самые, надгробия, и из них встают фигуры, которые излучают, они как бы, они сначала выходят из мрака, начинают проливаться буквально водой, вот как вот выливаются, вот буквально, и потом опять уходят в этот сумрак, они исчезают в этой темноте, и три вот эти фигуры, вот, в данном случае, да, они вот так же, это как, знаете, рождение и смерть, они у нас на глазах, они проявляются, и потом они исчезают, они уходят в небытие, да, вот так вот это происходит, и самый интенсивный свет, в момент, когда они просто приблизились к зрителю и источают воду, происходит момент разрывания этого пространства иллюзорного, вот, то есть, они как будто, носом здесь он протыкает это пространство зрителя, и, конечно, здесь он очень активно работает с барокко, с эффектами барокко 17 века, потому что барокко — это искусство, вообще-то, контрреформации, когда церковь католическо агитировала, паству, агитировала верующих и хотела, чтобы, в общем, они протестантами не стали, и вообще не усомнились ни в чём, агитация была вот такая художественно-театральная, когда через демонстрацию, например, мук Христа происходит симпатия, да, вот происходит ассоциация, и Караваджо, он, конечно же, разрушает дистанцию через насилие, вводя тему насилия, вообще любое насилие на сцене — это разрушение дистанции, да, ну, как и любое насилие в жизни, вот так, что эти яркие образы контрастными, контрастами, они рассчитаны на вот эту самую, на постоянный обмен со зрителем, и здесь Билл Йола становится, ну, таким художником, барокко, и вообще барокко в современном искусстве было несколько выставок в конце 90-х годов, когда кураторы обнаружили, что целый ряд художников вот так вот выдает гигантоманию, склонность к театральным эффектам, гиперболизированность форм, разрушение дистанции, то есть возникла вот такая, как будто бы барочная фаза современного искусства на стадии его мощной индустриализации, когда она уже стала индустрией выставок, а если это индустрия выставок, нужно, чтобы народ валил, и тут некоторые критики даже начали Виолу говорить, ну как, ну это уже зрелище, это же как это, это воспроизведение очень похожих уже, найденных тем, но только с более, да, с большим интенсивным, с большей интенсивностью, и вот здесь вот мужчина в поисках бессмертия, и женщина в поисках вечности, это в общем, такие как будто Адам и Ева, которые себя щупывают, осматривают, и тут вот такой вот момент, или там ищут какие-то следы старения, тления, потому что Адам и Ева стали смертными, и в общем, и вот это вот страх смерти, они как бы ищут вот все эти морщины, несовершенства, там и все остальное, вот так что, да, это две, как вы видите, панели, плоские, современные, уже там, от 2010-х годов, которые, ну как две картины, да, и фигуры в рост представлены здесь, с которыми зритель вот так же, как бы, начинает вместе с ними эти ощущения, от них, этими ощущениями подпитываться, вот так что, да, и мученики, его, это, конечно, вот поздняя яркая такая работа, и в соборе святого Павла они демонстрировались, хотя здесь только к крестьянским мученикам они отношения прямого не имеют, это стихии, опять, вот, мученик огня, воды, воздуха и земли, опять вот аллегории, скорее всего, аллегорические фигуры природных стихий, вот опять, трансформация природы в искусство, как цейлонский искусствовед завещал, вот то, что он делает, а то, что это используется католической церкви, ну, это уже вопрос к церкви, а не к художнику, потому что он против этого не возражает, или даже какие-то вещи делал для церквей, но он не вкладывает в них вот такой смысл христианский, это скорее тема больше, ну, по христианским меркам языческая, это игра со стихиями и трансформацией, а так что здесь вы видите момент, когда, во-первых, все эти стихии, они могут ассоциироваться друг с другом, то есть, одна стихия может приобретать свойства, качества другой стихии, и каждый из героев, он также подвергается казалось бы какому-то воздействию очень мощному, или там подвешенная женщина, которая на воздухе раскачивается, мужчина, который сгорает, или там поток воды обрушивающийся, или песок, который сыплется здесь на персонажа, и каждый из них это определенная вот такая тоже он через это воздействие, он как будто и через преодоление боли, он приобретает новые какие-то свойства, новые качества, и в общем становится бессмертным, это как бы тема бессмертия в данном случае, потому что здесь во-первых, эти картины они как бы вечны, они длятся во времени, они зациклены, и плюс это еще нерушимость вот такая, видите, нетленность этой оболочки, несмотря на постоянное чудовищное воздействие, которое здесь происходит, так что здесь тема конечно бессмертия у Виолы и бессмертия картины в первую очередь, и бессмертия той субстанции, которая в этой картине заключена, вот, это важная история, и хотя казалось бы 20 век он был рассчитан скорее на постоянную смену, на обновление, на динамику, вот, и конечно никакого выпуха авангарда, никакого возврата к такого рода образом, вообще все это было исключено, все это казалось музеем, просто музеем, который архив, музей, история, ну, в общем, старое все это барахло, а здесь Билл Виол, он, конечно, осуществил диффузию современности и музея, вот, всего этого, ревизию этого музейного наследия, которое, когда на смену картинам приходят вот эти видеокартины со свойствами, отдельными качествами и свойствами этих картин, уже, традиционных картин, которые они так вот абсорбируют, вот, так что здесь, знаете, еще, конечно, время, вот, к чему это все вот привело, к идее времени, которое вдруг становится каким-то бесконечно длящимся настоящим, вот, поэтому люди и говорят, что нет будущего, как-то, знаете, где образы будущего, где картины будущего, как-то люди 20 века, они жили в будущем, а они не зависали, так вот, знаете, не залипали в настоящем, и вот это залипание в настоящем, и в каком-то смысле опять возврат к каким-то страхам, к архаике, он, в общем, в работах позднего виола появляется и даже вызывает какие-то вопросы относительно от того, что ты что-то парень, совсем это, куда ты нас ведёшь, а ты ведёшь нас опять туда, откуда, значит, с помощью науки и технологий мы пытались вырваться, а тут мы попадаем опять в то же самое пространство, в ту же самую ситуацию, но, казалось бы, уже без вот этих религиозных ценностей, вот этих ценностей, вот, с пустыми вынутыми формами уже, вот, так что, но этот вопрос я оставлю скорее открыто, вот, я не буду здесь давать какую-то оценку, я бы сказал, что, ну, если бы я был политологом, я бы сказал, что это отражение неолиберального поворота консерватизма, вот, я бы так сказал, вот, это там, какой-нибудь политолог бы точно сказал, это неолиберальный консерватизм, вот, который пришёл на смену демократии, и вот этим играм в демократию в искусстве и во всём остальном, а природа больших, огромных денег, она вообще иррациональна, и поэтому здесь, ну, она иррациональна, потому что большие деньги нельзя выложить, их нет, как бы, да, они вот, они нематериальны, и в этом смысле, да, это тоже нематериальные вещи, но ты их ощущаешь со всей силой, со всей интенсивностью, так что, это движение какого-то консерватизма, оно вполне, этот крен в консерватизм, это, знаете, как, 20-й век начался, начался книгой восстаний массы, а закончился восстанием элит, и, и вот этой элиты, которая отвоёвывает у массы, вот, то, что массы завоевали, вот, и, а дальше начинается мистика, дальше начинается великая тайна, вот, которая, значит, в демократии, наоборот, расколдовывалась всеми способами, а тут эти великие тайны, они и появляются, но мне, скажем, для России, эта игра в сакралку, она даже хорошо ложится, вот, ну, потому что у нас не было, у нас критика образов, это там, чёрный квадрат, у нас наоборот, это как бы даже как-то и хорошо всё, как-то и сакрально, вот, и вообще легко такими словами у нас швыряются, да, в общем, вполне, и такая, знаете, этот культ искусства, он связанный с иконопочитанием, он, в общем, вёл в него ложиться неплохо, вот, так что, он, его большой успех здесь ожидает у людей, которые, скажем, не имеют отношения даже, не интересуются с современным искусством, но виола им понравится, в любом случае, потому что это сакрально, это зрелищно, это, это как бы тайна, да, вот есть тайна, есть мистика, есть возвышенная, есть тема возвышенного, хотя там критики говорят, ну, что он спекулирует на этой теме, возвышенного, ну, что же это самое, всё, а людям нравится, возвышение такое, поэтому нормально, и, но то, что для России, например, всё-таки, да, с одной стороны он хорошо отзывается, с другой, всё-таки то, как у нас объясняют очень часто современное искусство через западную критическую теорию, как я и говорил, это неправильно, потому что у нас не охвачен в России круг источников у этих художников, вот это вот восточная философия, это то, что не написано у западных критиков, это не описывается, они другими вещами занимаются, и то, что мы бесконечно приобщаемся к западу, в то время, как запад идет куда-то на восток, вот этот момент он не отслеживает, это какой-то воображаемый запад, с которым мы работаем, или который нам ставят в пример, в то время, как осваивались совсем другие практики, в это время, и эти практики, скажем, и в русской культуре имеют место быть, или ценности, вот так что, это скорее история Виолы, это история художника, который не хотел быть западным художником, который, в общем, не хотел быть художником современным, вот в чем дело еще, он как бы, и отсюда его, казалось бы, у него современно остались иногда только технологии, которые он использует, но он их использует для того, чтобы решить какие-то совсем другие проблемы, вот так что, вот в этом аспекте, мне кажется, очень важно его осознавать, в аспекте такого эскапизма, он все-таки человек 60-70-х годов, а там эскапизм, выпадение из актуального времени, это была очень важная тема, и как бы приобщение к большой истории, и приобщение к какой-то антологии, это все было, а уж сколько он путешествовал, сколько он собрал точек, там и Япония, и Австралия, и, конечно, Америка самая разная, и Азия, Египет, Тунис, и все остальное, и это было желание еще, но такой универсализм, вот это вот универсальные, ну и претензии на глобальность, конечно, тоже есть, и здесь ему было важно, но все-таки он еще фигура глобализма, то есть вот такая какая-то, это типа создать бы такое произведение, которое все поймут, и японец он поймет, и, скажем, и вот человек христианской культуры, вот, то есть ему еще вот это важно, создать через искусство какое-то вот это глобальное понимание, и индуизм он помогает, потому что там есть универсальные символические образы, там есть эти энергии стихий, там есть эти трансформации богов, и так далее, вот через индуизм он пытается это все как-то, значит, соединять, и разные точки географические, и разные культуры, это, конечно, глобальная такая амбиция у него, и он ее, в общем, осуществляет, вот точно так же, как никакой границы между современным искусством и традиционным, у него тоже не существует, в принципе, эта тема ему вообще непонятна, что такое современное искусство, которое отделено, и существует как отдельный институт, это ему даже не важно, абсолютно, вот так что, он, да, он такая фигура онтологичная, и многие процессы современности, через его работы можно, вот так вот, проанализировать, и прочувствовать, хотя, опять же, вот это выпадение из времени, а то, что эта работа могла быть создана в 16 веке, вполне, может быть, да, но только другими средствами. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok